МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Госдуме Еремин не задержался. Он так и не стал командным игроком для местных элит. Поводом стали выборы в Курчатовском районе. Солидный булочник Семен Ментельман предсмотрел округ для своего сына Ильи. А у Еремина был другой кандидат, старинный приятель, руководитель ремботехники Андрей Малолетко. В бизнесе сразу появились проблемы. То пожарные предъявят претензии гостиницы Южный Урал, то антимонопольщики к молочку. Молочный олигарх стал стремительно терять весе. Причем уже в буквальном смысле. В свой день Дмитрий Еремин начинает с утренней пробежки. Несколько раз в неделю занимается на тренажерах, ходит в бассейн и зал бокса. Результат ошеломляющий. Минус 30 килограмм за два месяца. При этом чувствует себя политик отлично. Свою предвыборную кампанию похудевший олигарх ведет под экологическими лозунгами. Детские трудовые отряды имени депутата летом 2007 года позируют в футболках с надписью «За чистую планету». Но политические игры с экологами не принесут пользы. Еремину не досталось проходного места в списках «Единая Россия» Челябинской области. Зато в 2015 ему аукнулся давний альянс с «Яблочником» Андреем Толевлиным. Владельца молочного холдинга заподозрили в финансировании кампании против Томинского ГОКа. Но свечку никто не держал. Информация о связях между Толевлиным и Ереминым осталась у людей в окружении Алтушкина. И они считают, что эти взаимоотношения поддерживаются до сих пор, уверяют сплетники. Но это не так. Еремин денег Толевлину не дает. Это не его война. Если кто-то хочет выступить против Томинского ГОКа, то это не Еремин. Но вернемся в 2007-й. Так и не договорившись с местными элитами о перезбрании от партии власти, Еремин отправился искать мандат у Белого моря. Шутил, мол, на Соловки его сослали с ответственным партийным заданием. Руководство партии поручило мне и депутату Артуру Челенгарову поработать в паре на выборах в Архангельской области. Опытный полярник Челенгаров без проблем прошел в Думу, а вот южноуральцу был оказан холодный прием. Господин Еремин не попал в местный предвыборный список и вынужден был баллотироваться четвертым в списке единороссов от Архангельской области, где партия не набрала достаточного количества голосов. Эксперты отмечают, что в ближайшее время ему придется сосредоточиться на бизнесе и искать компромисс с руководством области. Из северного похода несостоявшийся депутат привез детям вязаные варежки с местным орнаментом, каргопольские глиняные игрушки и прочие изделия народных промыслов. На прощание впечатлил местную прессу откровенным рассказом о своей большой семье. Вы сказали, что купили детям свистульки. О детях расскажите немного, пожалуйста. У меня пять детей, три мальчика, две девочки. Михаил, Александр, Сергей, Анастасия и Мария. Старший Мишка в МГИМО учится, ему 18-й год идет. Девочки учатся в первом классе. Они в Челябинске живут? Миша в Москве, остальные в Челябинске. Я им всегда игрушки привожу. Еще, что мне у вас понравилось, художники замечательные. У меня Сергей и Маша с Настей рисуют. Я им работы ваших художников привожу. Картины на бересте, акварель, виды реки, природы, моря, соловков. Сейчас старший сын Миша, частый гость гламурных журналов, учится в Милане по специальности фэшн-индустрия. У него свой модный бутик в Челябинске, Icons. Магазин находится в фамильных апартаментах, в большом гостиничном комплексе Южно-Урал, на улице Советской. Welcome! Информация о модных челябинских бутиках не является рекламой программы Кула Капитализма и оплачивается из собственных средств ведущего программы Валерия Шарка. Политические партии в избирательном процессе. Конституционно-правовой анализ. Так называется диссертация господина Еремина, которую он успел написать и, самое главное, защитить еще в 2005 году. И 10 лет никто не удивлялся, когда и как он успел получить второе высшее образование, да еще стать кандидатом юридических наук. И с какой стати бизнесмен, а не адвокат или судья вдруг возглавил Челябинское региональное отделение Ассоциации юристов России. Но потом СМИ как прорвало. А вдруг юрист-то не настоящий? Журналисты желтой прессы и блогеры наперебой смаковали подробности. В институте физкультуры, где учебный план, мягко говоря, не самый сложный, Еремин учился аж 12 лет. А вот юридический с его латынью и римским правом умудрился осилить всего за год заочного обучения. Самые въедливые порылись в экзаменационных листах и обнаружили, что за 4 недели он сумел стать аж 38 предметов. А его диссертация чуть ли не наполовину плагиат. На самом деле скандал быстро сдулся. Прокуратура провела проверку в Челгу и не выявила нарушений. Преподаватели подтвердили, что Дмитрий Еремин сдавал экзамены экстерном и его оценки соответствуют знаниям. Тот же вывод сделан и по диссертации. Кто выступил заказчиком шумехи в прессе, главный юрист Челябинска прямо говорить не стал, а лишь сделал тонкий намек. Это бывшие непредсказуемые мальчики бывшего губернатора Юревича. Есть всегда люди, которые просто занимаются заказными статьями, черным пиаром. И я представляю, понимаю откуда это все идет. Это как раз связано с теми людьми, про которых я недавно говорил, что с такими друзьями врагов не нужно. А что? Все силовики и депутаты там же учились. Не подрывать же устои в самом-то деле. В 2015 году скандалы сыпались как из рога изобилия. Например, эпатажная столичная блогерша Елена Миро вдруг решила вступиться за изноуральских крестьян, которым молочный монополист диктует невыгодные закупочные цены. А в сентябре на Челябинский городской молочный комбинат вдруг нагрянули силовики. Не то по подозрению в уклонении от уплаты налогов, не то еще зачем похуже. Но самый громкий резонанс получила история со стадионом завода «Калибр», корнями уходящая в мутные времена мэра Тарасовой и прокурора Давыдова. В конце 90-х годов земельный участок на перекрестке улиц Худяковой и Татьянчевой перешел в частную собственность Артура Никитина и Дмитрия Еремина. Со временем Еремин полностью выкупил у партнера его долю и, как говорят, планировал на этом месте строительство элитной высотки. Уже и забор поставил, сука. Дети и родители вышли на пикет в красных футболках с надписями «Олигарх, верни нам футбольное поле». Власти Челябинска пригласили коммерсантов за стол переговоров, предложив обмен. Но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. А я сдвинусь. Давай. Причина банальна. Молочный король Дмитрий Еремин вовсе не желает расставаться с золотым участком земли, находящимся практически в Сосновом Бару. Стоимость участка, а тем более цена, по которой можно реализовать построенное там элитное жилье, не идет ни в какое сравнение со стоимостью участков где-то на улице Бейвеля, Дальний Северо-Запад, или в металлургическом районе, который предлагает коммерсантам мэрия. Дмитрия Еремина за глаза называют Челябинским Абрамовичем. Оба олигархи, оба многодетные отцы, оба по поручению партии поработали за полярным кругом. Но владелец лондонского Челси любит футбол, а его челябинский коллега больше по коровкам. Но в Туманном Альбеоне Еремин бывает достаточно часто. Одно время даже ходили слухи, что он там на всякий случай прикупил не то недвижимость, не то паб, не то завод по производству виски. Че за слухи, а? Веня, что за слухи? Слух лет 10 назад запустила газета «Промышленник». Якобы челябинский ресторатор решил назвать точку общепита в Лондоне так же, как и свой главный бренд – «Уральские пельмени». Таким образом, это не только коммерческий, но еще и имиджевый и даже патриотический проект. Долой американский фастфуд, да здравствует здоровая русская еда! Дмитрий Владимирович, правда, что вы купили недвижимость в Англии? Часто ли бываете в этой стране? И какие у вас там бизнес-интересы? Никаких таких покупок не делалось. Это и есть тот самый черный пиар. В Англии бывают 2-3 раза в год, там мы работаем по линии молочной промышленности. Ведутся переговоры по закупу оборудования для молочного и ресторанного бизнеса. Планируется в Магнитогорске открыть паб. Паб-паб, пара-баб-паб-паб-паб. В кризис 2008-го Еремин удачно прикупает у Владимира Махалова два ресторана. Сначала цыплята-табака, а затем малахит по соседству с гостиницей. Затем в коллекции появился центральный рынок. А в канун чемпионата мира по дзюдо открыл новый отель Арбат. Как результат, большинство участников спортивных мероприятий последних лет селятся именно в Ереминских хоромах эконом-класса. Класс! Слабый рубль и продуктовая эмбарго тоже не повлияли на производственные планы. В 2014 году принято решение о строительстве нового завода по производству молодых сыров. Моцареллы, фиеты, адыгейского, сулугуни. Планируется производственная мощность 6 тонн сыров в сутки. Кроме того, на Магнитогорском мощном кабинете запущена большая творожная линия, которая выпускает деревенский творог очень высокого качества. И даже проигрыши трактора не заморозили продажи одноименного мороженого. На мороженое не очень влияет успехи трактора. Почему? Потому что челябинцы, если вы видели последние матчи, стадионы были полные. Отдельного рассказа достойно частной охраны предприятия Кэндо. По слухам, ЧОП не раз использовался не для охраны фабрики мороженого, а для разборок с конкурентами в совсем другой сфере. Из неудачных проектов в бизнесе наши эксперты с трудом вспомнили только попытки Еремина наладить выпуск школьных завтраков и запуск цеха бортового питания. Еда была слишком качественной для того, чтобы быть дешевой. Да вот еще, любимое место для бизнес-ланча челябинских випов – летний пристрой к ресторану «Сицилия». В 2013 году его снесли как незаконную постройку. Кстати, о Сицилии. Говорят, что на этом итальянском острове, согласно протоколу местной мафии, для Дона всегда ставят два стула. Один – для самого Дона, другой – для его шляпы. Соблюдается ли этот обычай в одноименном челябинском ресторане, мы не знаем. Но то, что его владелец любит и коллекционирует шляпы, давно известно. Дмитрий Владимирович, слышали, что у вас есть особенность в манере одеваться. Вы любите шляпы? Да, люблю, с детства. Первую шляпу помню брал у деда в пятом или шестом классе и щеголявнее по деревне. Сейчас у меня другие шляпы, стараюсь покупать их сам. А у вас есть любимая шляпа? Они все любимые, каждая на свой случай. Жаль, что на случай неприятностей в гардеробе нашего героя нет шляпы-невидимки. А то бы в раз прикрылся от наездов черных пиарщиков. Ходят слухи, что Дмитрий Еремин намерен вновь попробовать свои силы в большой политике. И вновь приценивается к депутатскому креслу. Ну, поживем, увидим. А пока посчитаем состояние. Че там? Шляпа упала. Шляпа. Упала шляпа, упала на пол И ветром шляпу, шляпу унесло Пусть удузлякать, не надо плакать Но было горе, было и прошло Все переменится, родная Все переменится, пойми А жизнь короткая такая Ты улыбнись и обними Забудь о шляпе Не скажем папе Не скажем папе, что я тебя нашел Дождь будет капать Но хватит плакать Тебе без шляпы тоже хорошо Все переменится, родная Все переменится, пойми А жизнь короткая такая Ты улыбнись и обними Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok